Вы говорите сейчас о экономическом, так сказать, суверенитете, чрезвычайно важная вещь, что касается патриотических настроений, то... Вы из Уфы, да? Да. То нам хорошо известно настроение в Башкирии, это традиционно, это было в Башкирии всегда, в Башкортостане, еще в стародавние времена. Напомню, что в Отечественную войну 1812 года Башкирия посадила на коня и вооружила все мужское население, начиная с 16 лет, и отправила на фронт. И так было и в Великую Отечественную войну. Это то, чем мы, безусловно, должны гордиться и должны поддерживать. Что касается экономической независимости, то я уже об этом много раз говорил, и это касается не только импортозамещения, это касается независимости нашей финансовой системы, это касается пластика и так далее, и так далее, межбанковских расчетов. Много составляющих, которые мы считали незыблемыми и которые считали выведенными за рамки возможных политических разногласий, оказалось, что это не так, и нас попросту надули. Когда возникла необходимость оказать какое-то политическое давление, начали сразу использовать экономические рычаги. Поэтому мы должны это иметь в виду, особенно в оборудованной сфере. Что касается консалтинга и всяких рейтинговых агентств, что не менее важно, то и здесь мы, конечно, должны над этим подумать. Это непростой вопрос. Мы точно совершенно должны создавать свое национальное рейтинговое агентство, развивать свой консалтинг. Мы это делаем. Вопрос только в том, что эти структуры должны быть абсолютно прозрачными и должны пользоваться абсолютным признанием делового сообщества, иначе их деятельность будет бессмысленной. Если мы устраним всех наших партнеров с рынка, а своих аналогичных пользующихся уважением и признанием бизнеса не нашего только, но и международного бизнеса структур не создадим, то сам бизнес понесет определенный ущерб. Потому что все, что будут выдавать на гора, как говорят шахтеры, всю информацию наши отечественные компании, если они не будут признанными, то не будут учитываться возможными инвесторами. Это уже плохая история, что может ограничить приток инвестиций, причем не только иностранных, но и наших собственных. Но двигаться в этом направлении, повышать суверенитет в этом сфере, безусловно, нужно. Будем работать обязательно.